Сколько налогов платить начинающему предпринимателю ежемесячно? Разберемся сегодня, поехали! Всем привет, меня зовут Камиль Калимулин, вы на канале EcomHaters, где мы разбираем основные моменты, которые необходимы для того, чтобы успешно продавать в онлайне. И сегодня тема, о которой нас просили ребята рассказать очень часто, нас просят об этой теме говорить, сколько же налогов нужно платить начинающим предпринимателям ежемесячно. Эта тема актуальна для тех, кто только хочет стать предпринимателем, либо вот рассматривает возможность. Давайте разберемся с этой темой более подробно, сколько же нужно платить начинающим предпринимателям. Итак, для того, чтобы понять, сколько платить предпринимателю, нужно понять, какая форма регистрации у вас будет. Наиболее часто для начинающих используется форма индивидуального предпринимателя или самозанятого. То есть, соответственно, это две такие самые популярные формы. Чем они отличаются? Давайте разбираться. Самозанятый. Самозанятый актуален для тех, у кого годовой доход будет не более 2,4 миллиона рублей в год. То есть, условно говоря, если у вас пока нет понимания, как у вас будет выручка расти больше 200 тысяч в месяц, то вам очень подходит самозанятый. Здесь все очень просто. То есть, вы берете либо 4% с доходов от работы с физическими лицами, если к вам пришло физическое лицо, купил вашу услугу или ваш продукт, который вы произвели, и вы заплатили с этого 4%. Или 6%, если вы поработали с какой-то организацией. То есть, организация у вас заказала услугу, вы ее оказали, 6% заплатили с дохода в пользу государства налогов. Единственное, что у самозанятых, конечно же, есть ограничения. Самозанятыми могут быть не все, точнее, не все виды деятельности поддерживается вот этот режим работы самозанятых. То есть, например, нельзя перепродавать товары. То есть, для перепродажи товаров вам уже нужно становиться индивидуальным предпринимателем, либо регистрировать ООО. Либо вы не можете получать, так называемые, вознаграждения или агентские услуги оказывать для каких-то других компаний. И, соответственно, есть там еще определенный ряд ограничений, которые не могут существовать в формате самозанятого. Подробный список под этим видео мы оставим, вы сможете более подробно ознакомиться. То есть, самозанятые, это очень подходит, если вы сами что-то производите, сами что-то делаете. Может быть, у вас товар, который вы сами шьете, вышиваете, красите, может быть, что-то там обрабатываете, дерево и так далее. Вот это все про самозанятого. Вопрос, который также часто приходит, если я перейду на самозанятого, то как будет у меня исчисляться трудовой стаж? Будет ли у меня пенсия, когда я выйду там через какое-то время на пенсию? Тут также законодатель всю эту тему проработал. Если вы хотите получать пенсию или хотите, чтобы работа в формате самозанятого влияла на ваш трудовой стаж, необходимо оплатить, ежегодно это устанавливается, сумма, но в 2021 году установили 32 448 рублей в год. То есть, вы можете платить помесячно. Таким образом, у вас будет идти вот эта вот пенсионная история, когда вам начисляют, соответственно, пенсию, и вы там получаете определенные пенсионные баллы за работу в формате самозанятого. На самом деле, существуют и другие системы, вот вы здесь видите список, есть общая система налогоблажения, упрощенная система налогоблажения, о которой мы сегодня поговорим более подробно. Есть патентная система налогоблажения, есть вот налог на профессиональный доход, который я сегодня рассказал. Сегодня я подробно не буду останавливаться на общей системе налогоблажения, на патентной системе, расскажу только про упрощенку, про налог на профессиональный доход я уже рассказал. Поэтому, если вам интересно, оставляйте комментарии под этим видео. Обязательно разберу подробно эти системы налогоболожения, чтобы было понятно, как работать на них. Но самая базовая система, о которой нужно говорить, если вы только-только начинаете, это упрощенная система налогоболожения. Как я уже сказал, продавать товары, будучи самозанятым, нельзя по закону. Соответственно, вам необходимо стать индивидуальным предпринимателем. Если вы становитесь индивидуальным предпринимателем, то самой простой, самой такой базовой системой налогоболожения является упрощенная система налогоболожения, которая, соответственно, заключается в чем? Первое. То есть вы можете платить с дохода, так же, как и самозанятый, 6% с дохода. При этом ваши расходы, вообще говоря, не важны. То есть 100 тысяч получили, 6 тысяч заплатили налога на упрощенку, он так и называется. Либо, если у вас, компания, есть доходы и расходы, например, в торговле, да, у вас вы закупаете товар, например, с 90 рублей продается за 100, то, соответственно, у вас 15% с разницы дохода минус расхода, но не меньше, чем 1% с вашего дохода. Вот это доходы минус расходы, такая система. Очень важно, когда вы регистрируетесь предпринимателем, встать на упрощенку. То есть, если вы не подадите уведомление о переходе ИП на УСН при регистрации, то вы будете платить или будете стоять на общей системе налогоболожения. Могу сразу сказать, что для начинающих это очень невыгодно. То есть выгоднее встать на упрощенку. Ну, вы видите, да? Во-первых, это легче. Во-вторых, это выгоднее чаще всего по деньгам. Обязательно подайте во время регистрации ИП вот такое уведомление для того, чтобы не проморгать. Я в свое время проморгал, не подал вовремя, и мне пришлось ликвидировать ИП и подать заново, соответственно, регистрацию ИП и уведомление о постановке на упрощенную систему налогоболожения. Давайте еще раз, ребят, подытожим, сколько нужно платить, если вы самозанятый. Ну, давайте представим, вы что-то печете, вы самозанятый кондитер, и вы работаете с организациями, с юридическими лицами или другими индивидуальными предпринимателями. Ваша выручка, например, в месяц 100 тысяч рублей. Вы заплатите налог 6%, то есть 6 тысяч рублей, налог на профессиональный доход его называют, да? И если вы хотите, чтобы у вас шел стаж, то есть чтобы когда вы вышли на пенсию, вот этот год или сколько вы будете работать самозанятым был учтен, вам нужно заплатить в год 32 тысячи 448 рублей или 2704 рубля в месяц, соответственно, вот такого пенсионного отчисления сделать. Итого, ваши налоги ежемесячно будут составлять на 100 тысячах, ну вот вы здесь видите цифру 8704 рубля. Давайте теперь про индивидуального предпринимателя поговорим. Если вы ИП на упрощенке, например, вы применяете тоже так же налог на УСН от доходов, то есть исчисляется он как 6% от ваших доходов, смотрите на расчет. Итак, выручка 100 тысяч рублей, 6 тысяч рублей это налог по упрощенке и в пенсионный фонд здесь сумма чуть больше, потому что здесь сумма для ИП установлена больше, 40 тысяч 874 рубля в год или 3 тысячи 406 рублей в месяц нужно оплатить, чтобы у вас вот это вот пенсионное начисление по вам лично, они также прошли. Таким образом, вы будете платить 9 тысяч 406 рублей со 100 тысяч рублей налогов, если вы индивидуальный предприниматель. Итак, ребят, мы с вами поговорили о том, сколько платить начинающему предпринимателю. Я вам всем желаю, чтобы у вас доходы ваши росли, а налоги, соответственно, были меньше. А вот удачи вам, подписывайтесь на наш канал, продавайте и до встречи в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok